Дело происходило на далёком заснеженном севере. К стулу сидел привязанный мужчина в тусклом свете, лампы ночью в тёмном подвале. Мрак разрывало, только свет падающий от электрического светила. Талер с рассечённым лицом сидел и после длительного избиения истекал кровью. Его лицо было полностью разбито. Рядом с ним стоял крупный мужчина. Видно было, даже несмотря на то, что он в куртке и в тёплой зимней шапке, что комплекции он не маленький. И Талер же мужчина среднего роста, нельзя сказать, что он был щуплый, ну и нельзя сказать, что Талер был громилой. Послушай, Антон задал вопрос Громила Талеру. Если ты будешь молчать, мы будем продолжать щекотать себя дальше. Чуть сзади от громилы стоял мужчина в шапке зимней и в дорогом пальто. Рядом стоял ещё один, молчаливый, чернокожий, в круглых очках. Талер сказал, послушай, сколько бы ты меня ни щекотал, и ты же знаешь, что я ничего тебе не расскажу. Как знаешь, сказал здоровяк, размахнулся и со всей силы ударил Талера в лицо кулаком так сильно, что Талер отлетел, и стула, которым он был привязан, грохнулась от пол. Тогда Талер, чувствуя, что с последующего избиения он может просто не выдержать, понял, что голова его идёт кругом, и он находится в состоянии грохги, как говорят боксёры. Или в нокдауне. Вот-вот он не влетел в нокаут, потому что сильно прижал голову к телу, но зубы были выбиты. И Талер не знал, от онемевшей от боли челюсти, в порядке ли его челюсть. Возможно, она была сломана. Правый глаз почти полностью заплыл, левый почти ничего не видел. Тоненькая щёлка позволяла что-то рассмотреть в этом полумраке подвала, но у Талера было очень мало шансов что-то разглядеть. Но всё же он из последних сил выпрямился, и стул, хрустнувший от удара от пол, разлетелся. Тогда Талер смог освободить свои путы, потому что, когда он был привязан к стулу, верёвки были обмотаны вокруг его тела и вокруг его рук вместе со стулом. После того, как стул сломался, у Талера появилась возможность освободить свои ноги и руки, и он мгновенно попытался это сделать, откатился в сторону. Здоровяк засмеялся. «Неужели ты думаешь, что тебе это поможет?» Талер молча продолжал возиться с верёвками, руки свободны, осталась только та верёвка, которая сковывала запястье. Талер прогнулся и попытался вылезти. Загнул, что летело. Освободился. И его кости трещали. Но всё же он сумел перевести руки из-за спины на уровень живота и груди. Для того, чтобы можно было нормально хотя бы попытаться себя защитить. О, да посмотри-ка, ты акробат. Талер едва не вывернул суставы из суставных сумок, пока проделывал этот трюк. Раньше дома он тренировался с подобными ситуациями, как бороться, но здесь, будучи избитым, он всё никак не мог прийти в себя. Он уже знал примерно, что будет делать, ведь его ноги свободны. «Браво, браво!» Сказал здоровяк. Антон Талер! Настоящий боец! Смеялся здоровяк и медленно подходил к Талеру. Талер уже принял для себя решение, что он будет делать в этот раз. Он знал, что находится в подвале. Знал, что люди, которые находятся здесь помимо здоровяка, наверняка вооружены пистолетами. Но другого выбора у него нет. Его убьют в любом случае. Скажет он правду или нет, его будут держать на воде и, возможно, на хлебе, чтобы он не помер до тех пор, пока люди не захотят услышать то, что он знает. Он понимал, что будет только терять силы. Поэтому действовать нужно было прямо сейчас. Примерно часа два его здесь продержали. И после того, как выняли кляп изо рта, перестали избивать и начали задавать вопросы. Но сейчас Талер понимал. Ему нужно выбираться. Верзила приближался. — Ну что ж, мой маленький тараканчик, Антон Талер, ты молчишь, поэтому мне придется тебя легонечко придавить. — Смотри, не переусердствуй. Чернокожий в круглых очках подал реплику. — Не волнуйся, босс. На сотую долю секунды показалось, что здоровяк отвернулся. Талер едва различал черты его лица. Но все же глаз с Талера он не сводил. — Опытный ублюдок, — подумал Талер. Здоровяк все приближался и приближался к Талеру. Когда расстояние сократилось, Талер резко бросился к здоровяку и со всей силы ударил его левой ногой в коленную чашечку. — Ах ты, тварь! — слегка согнулся здоровяк. Талер тут же вскочил на ноги, но едва не потеряв равновесие, чуть устоял на ногах. Но все же этого хватило и Талер для того, чтобы сжать вместе две связанные руки в кулак и двинуть здоровяку со всей силы в подбородок. Здоровяк отшатнулся, всплеснув руками в стороны. И тут же, как и думал Талер, потянулись люди, стоявшие в подвале помимо здоровяка, к плащам для того, чтобы достать огнестрельное оружие. Талер знал это и прекрасно понимал, что нужно что-то делать. Поэтому все происходило, описываемые события происходили буквально две от силы три секунды. Талер бьет коленом в пах здоровяку. Здоровяк сгибается, пытаясь поймать Талера, но от боли его руки дрогнули. Талер успел отскочить, пошатываясь на неуверенных ногах. Талер подпрыгнул и двумя ногами ударил, что было мощи здоровяка в сторону людей, потянувшихся за оружием. Оружие они успели выхватить, но выстрелы прозвучали и пули вонзились не в Талера. Талер со всей скорости, как только мог, бросился к этим людям, напрыгнул на них и начал надавливать на глаза тому, что стоял по правую руку от чернокожего в круглых очках. Человек взвизгнул, но все же попытался поднять пистолет в сторону Талера. Талер заскочил под правую руку на того, на кого он нападал, отпустил глаза и тут же схватился обеими руками за пистолет, выворачивая его. Удалось завладеть оружием Талеру и чернокожий в круглых очках тут же отскочил вправо и хотел было выстрелить в Талера. Но Талер упал на пол и выстрелил в чернокожего, который слегка замешкался в суматохе, дабы не попасть в своего босса, коим был человек, которому Талер надавил на глаза и не зацепит здоровяка. Здоровяк уже немного оклемался, но было поздно бросаться назад к Антону, поэтому Антон вонзил пару пуль еще и в здоровяка. После чего, разобравшись со чернокожим и со здоровяком, Талер направил оружие на босса и сказал, если ты дернешься, я тебя прикончу. Как ты мог что-то увидеть? Тебе же разбили всю морду, подлый ты ублюдок. Я бы попридержал слова, сказал Талер, на того, кто его обозвал. Левый глаз все еще видит. Странно. Вот уж не думал, что ты вырвешься, подлая мразь. Послушай, я знаю только этого огромного ублюдка. Тебя я вижу впервые, и этого очкастого. Кто вы такие? Я хозяин этого золотого прииска. Надо же! Ты Тим Бертон? Именно, он самый. Так вот, Тим Бертон, ты прожил последние секунды на этой планете. Пошел в задницу, сказал Тим Бертон. Грянул выстрел, и Тим Бертон с продряленной головой упал на сырой пол асфальта. Талер осмотрелся вокруг. В свете лампы он увидел продрябленного очкарика чернокожего с двумя пулями в груди здоровяк. Лежал в неестественной позе с двумя окрываемыми дырками. Талер подошел и каждому всадил по пуле в голову. Так, Тим Бертон мертв. Этот огромный ублюдок. Франсуа, наконец-то. Он оставит меня в покое. Франсуа, огромный здоровяк, который работал вышибалой в баре, оказалось, он работал на Тима Бертона. И пытался выведать у Талера. Где же находится золото, которое намыл Талер? Но мешок был спрятан очень надежно, и найти его было. Ой, как непросто. Так, этот чернокожий. Видимо, Винсент Ланс, приближенный Тима Бертона, хотя не факт, подумал Талер. Ведь я не знаю, как выглядит Винсент. Хорошо, нужно добраться до мешка. Талер обыскал карманы Тима Бертона и нашел красивый охотничий нож, инкрустированный тремя бриллиантами на рукояти. Надо же, а мы любим роскошь. Талер зажал нож ногами и перерезал веревки на руках. Выбравшись из подвала, Талер осмотрелся. Два охранника у входа, двое за окном и двое еще задним окном, да. Патронов в пистолете уже не осталось, но охотничий нож может оказаться хорошим подспорьем. Талер подошел к двери, охранники о чем-то перешептывались, они не слышали, как Талер подкрался к ним. Так, надо, чтобы одни не услышали других. Мне так не получится, подумал Талер. Выбираться нужно через окно на крышу. Стоп. Талер осенила мысль, какой же я глупый, какой же я глупый дурак. Талер аккуратно спустился назад в подвал и обшарил карманы нападавших. У Чернокожего был найден пистолет с двенадцатью патронами и еще одна запасная обойма. У Тима Бертона была запасная обойма также. Был маленький пистолет на лодыжке. Как глупо, как глупо, сказал сам себе Талер. Перезарядив одно оружие, Талер взял в левую руку пистолет и в правую руку пистолет. В каждом были патроны. В том пистолете, который был в правой, было восемь патронов, в левой двенадцать. Плюс нож, поставленный за пояс в специальных ножнах и один пистолет. Талер решил приторочить к своему поясу так, чтобы он висел не на лодыжке, а привязанный за лямку кожаного ремня на бедре. Отлично, с двумя пистолетами уже будет повеселее. Что-то долго босса нету, услышал Талер, поднявшись из подвала. Да, подумал Талер, знал бы ты сейчас, где твой босс, ты бы так спокойно не стоял. Талер выставил два пистолета так, чтобы сразу двумя выстрелами уложить двоих у двери. Бах-бах, грянул выстрел, двое повалились на пол с дырками в головах. Что за хрень, крикнули охранники, тут же оборачиваясь к окнам, но Талер уже был готов и тут же уложил еще двоих. Еще двое открыли пальбу. Талер прыгнул назад в подвал. Какого хрена? Крикнули бандиты. Бросай гранату, ах, вашу ж мать! Талер начал забираться назад по лестнице. Он здесь! Крикнули охранники. И начали было стрелять в проем, где находился Талер. Но Талер снова спрыгнул на пол и отпрыгнул в сторону. Бросай! Талер слышал, как вырывается Чекай, тут же полез наверх. Три, два, один, считал про себя Талер. И залазя по лестнице, он увидел, что охранники отбежали в сторону. Талер успел вылезти и всадить в них пару пуль. Грянул выстрел. Талера выбросило из подвала, но охранники были уже мертвы. Звон в ушах длился еще минуты две. Талер, выброшенный взрывом наружу, понял, что левая нога его пострадала от осколка. Нужно было срочно зашить, но зашивать было некогда. Талер посмотрел, что рана глубокая, кровь идет что надо, но кость не задета. И это хорошо. Талер крепко прижал рану рукой. И во второй руке у него был пистолет наготовен. Талер рассмотрелся. Два окна, дверь, вроде никто не идет. Люди всполошились, кто-то зажег свет. Наверняка слышали выстрелы и взрыв. Что же делать, подумал Талер. И решение пришло само собой. Он обыскал охранников, нашел у них оружие и дополнительные обоймы. Тогда Талер в 12-зарядный пистолет заменил обойму. И выстрелил 12 сразу с пистолета. Пистолет нагрелся. Тогда Талер вставил еще одну обойму. Сделал еще 4 выстрела и понял, что пистолет уже приобрел красноватый оттенок. Тогда Талер пистолетом прижег свою рану. Было очень больно, но Талер, стиснув зубы, выдержал эту боль. После того, как пистолет остыл, Талер выбросил его прочь в ночную тьму. И заменил 8-зарядный пистолет 12-зарядным. И взял еще один одного охранника 12-зарядный. Два 12-зарядных пистолета, 4 полные обоймы. Отлично. Маленький револьвер на поясе, нож и два пистолета. Что ж, можно идти и забирать мой подсумок с намытым, честно добытым золотом. Если кто-то захочет открыть свой рот на мое золото, я обязательно смогу за себя постоять. Талер пробирался к своему схрону. Через 30 минут он был на месте. Прекрасно. Талер смотрелся вокруг. И начал искать заваленную ветками и землей лопату. Лопата на месте, это хорошо. Талер подошел к схрону. Вынял аккуратно вырезанный квадратик травы. И под квадратиком был заветный мешок с намытым золотом и парочкой драгоценных камней. Талер знал, что один из них был изумрудов. Про второй белый камень он ничего не знал, но точно знал, что тот может оказаться драгоценным. И у добропорядочного ювелира, коим был его друг Тимофей Матросов, Талер знал, что поедет в заснеженную Россию и обязательно обратиться к этому ювелиру для того, чтобы реализовать товар отлично. Талер пошел в сторону пристани, но он понимал, что имеет такой вид, что ему начнут задавать вопросы представители правопорядка. Поэтому он не стал отправляться на катере, на другой берег взял лодку, оставив на берегу маленький самородок. Он не знал, кто хозяин лодки, но кусочек золота, возможно, станет оплатой хозяину, либо тому, кто придет на это место. Талер очень надеялся, что это будет хозяин лодки. Талер работал веслами, голова звенела от выстрела и от побоев. Прижженная нога ныла, кровь начала чуть-чуть сочиться, ничего страшного. Пару капель крови, это не важно, проговаривал про себя Талер, плывя на лодке на другой берег. На другом береге у Талера была привязана лошадь, которую он предварительно купил, отправляясь на золото добывающее, перед тем, как заняться золотодобычей. Отлично, конь на месте. Слегка погладив коня, Талер сказал, ну что ж, привет, ёршик, нам нужно отправляться. Талер залез на лошадь. Пришлось её слегка пробудить, потому что лошадь спала. Талер проскакал, наверное, два с половиной часа без передышки. Он чувствовал себя очень плохо. Охотничья хижина, что ж, придётся мне остановиться здесь. Талер знал одного пожилого мужчину, который охотился в этих местах, только бы он был дома, только бы была не закрыта хижина. Талер постучал. Услышал, как кто-то скрипнул кроватью. Отлично, отлично. Шептал про себя Талер. Дверь открылась. И Талер сказал, привет, Антон. Посмотрел пожилой мужчина на Антона Талера. Проходи. Что ж ты так меня пускаешь? Да я смотрю, что в каком ты состоянии, и как тебя не пустить, ответил старый охотник. Видимо, ты побыл в знатной передряге. Я вроде слышал что-то похожее на выстрел или взрыв. Да, попал я в переделку. Тим Бертон хотел завладеть моим золотом. Да, видимо, ты ему не угодил. Я заплатил ему, я обещал заплатить еще, но Тиму Бертону кто-то шепнул, что я намыл приличное количество самородков. И, по-моему, я знаю, кто это. И кто же? Наверное, это официантка Сюзанна. Только она видела, как я мыл большой самородок. Она стирала белье и кивнула мне. Только она могла видеть самородок. Рано утром никого не было, кроме нее. Да, видимо, так. Так ты говоришь, намыл самородок? Задал вопрос охотник. Да. Я поделюсь с тобой, если ты мне поможешь. Слушай, мне нужно немножко перевести дух. У тебя есть иголка и нитки? Да, конечно. Конечно, засуетился старик. Вот. И тут у Талера промчалась мысль. Твою же мать, как я глуп. Было поздно. Старик обернулся с двухствольным ружьем. Прости, Талер. Ты же понимаешь? У тебя еще помимо ружья обрез есть. Какой же ты хороший охотник. Улыбнулся разбитыми губами Талер. Да. Я прекрасный охотник, Антон. И ты отдашь мне все золото, иначе я разморжу тебе череп. Подлый ты, подлый скунс, сказал Антон Талер. Я бы сказал даже ублюдок. Эй, постой. Я просто прикончу тебя и скажу, что ты на меня напал. А как же золото? Ах, с золотом я разберусь. С твоим большим самородком мне не нужно здесь будет находиться. Прикопаю тебя где-нибудь. В общем, послушай, Антон, давай облегчим жизнь. Тебе и себе просто отдай мне золото и смоливай. Ты же знаешь, что если я отдам тебе золото, ты меня прикончишь. Нет, почему же? Ты сядешь на коня и уедешь, а? Так ты слышал топ от копыт? Конечно, я слышал топ от копыт. И сразу же проснулся. И обрез был уже наготове. Судя по всему, иголку с ниткой я так и не увижу, спросил Антон. Хватит шутить. Золото? Неужели ты думаешь, что я буду золото нести с собой? А ну за спиной у тебя в рюкзаке. За спиной у меня самородок. И еще два природных алмаза. Остальное золото на лошади я принесу. А еще пару самородков. Небольшого размера закопанный в лесу. Но нужно проехать на коне дальше. Если хочешь собрать весь куш, нельзя меня убивать? Ах ты, лживый кусок дерьма, улыбнулся старик. И Талер посмотрел, как палец старика дернулся. Талер тут же упал на пол, грянул выстрел дуплетом. Глупый старик сразу же нас сжал на два крючка. Подумал Талер. Убросившись к старику, сбил его с ног. Постой ты, подлый ублюдок! Старик потянулся к ножу. Талер увидел это и схватил его за руку. Встав с колен, Талер ударил старика головой в переносицу. Ах ты, подлая мразь! Талер продолжал бить старика головой. Старик вроде перестал сопротивляться, но было Талера не остановить. Талер достал нож и полоснул по шее старику. Потом еще и еще раз и пару раз ударил в грудь и в горло. Теперь-то старик точно мертв. Для верности, Талер отделил голову старика от тела. Так-то будет понадежнее. Вытер нож об одежду старика и сказал так. А теперь мы поищем иголку и нитки. Талер был весьма хладнокроен, потому что он постоянно играл в карты и сражался не на жизнь, а на смерть. В том районе России, из которого он прибыл. Часто приходилось доказывать, кто ты есть на самом деле, и при этом сражаться не на жизнь, а на смерть. За спиной Талера было четверо убитых, не считая тех, кого он прикончил сегодня. В России четыре бандита уже никогда не расскажут о жестокости Талера. Талер нашел иголку с ниткой, зашил себе ногу, продезинфицировал с помощью виски, которые хранились у старика. Знатые у тебя виски. Талер слегка глотнул, но разбитые губы давали о себе знать. Схватился за губы Талер. Как больно. Да, хороший у тебя виски, старый ты ублюдок, сказал Талер и вылил остатки виски на свои раны на лице. Едва сдержав боль, чтобы не крикнуть, Талер отправился к коню. Конь не любил запах алкоголя. Потише, потише, ёршик. Скоро мы поедем дальше, сказал Талер. Ах ты ж мать твою. Пятку зацепил. Став на ноги, несколько раз Талер увидел кровавый след на полу. Всё-таки несколько дробин вонзилось в пятку. Дальше идти нельзя, нужно достать дробь. Талер взял иголку и начал выковыривать дробь. Боль была сумасшедшая. Две дробинки из левой пятки. Правая нога была целой. Талер продезинфицировал парой капелек оставшегося виски. Ещё и пятку, и слегка подшил её, потому что пришлось сильно расковырять иголкой. Что ж ты со мной сделал, старый ты ублюдок? Я теперь пешком почти не смогу идти. Талер злобно пнул мёртвое тело старика. Да, придётся здесь немножко передохнуть. Талер понимал, что если он не поспит, потеряет сознание. Ну хотя, выстрелы и взрывы могут привлечь стражей. Порядка. Но Талер два с половиной часа ехал на лошади, найдут его нескоро по следам. Ладно. Талер прилёг на кровать коварного охотника и полежал там примерно минут пятнадцать. Как только почувствовал, что засыпает и отключается, тут же встал. Что-то нужно взять, что-то нужно. Кофе. Талер взял и на сухую жменью кофе проглотил, запил её водой, бывшей, стоявшей у старика в чайнике. Так-то лучше. Слегка пожевав кофе и запив ещё водой, Талер почувствовал прилив бодрости. Спустя несколько минут верхом он понимал, что обязательно доскачет туда, куда ему нужно. После того, как Талер достиг желаемого, он пришёл в аэропорт, но мест почти не было. Избитый Талер предложил лётчику выгнать кого-то за небольшой самородок. Тогда лётчик сказал, постой, я не могу выгнать, даже если бы ты дал мне самородок размером с конскую голову. Меня просто уволят. Золото никак не поможет мне сохранить работу, если я выгоню хотя бы одного из пассажиров. Послушаю, у тебя шесть мест. Я дам тебе хороший драгоценный камень, которого хватит тебе до конца жизни, и тебе не нужно будет получать какую-то зарплату. Лётчик потёр подбородок и сказал, покажи камень. Талер достал бледный драгоценный камень из своего рюкзака. Ну же смотри. Слушай, откуда я знаю, может быть ты какой-то убийца? Нет, у меня просто были проблемы, сказал Талер. Ты должен меня увезти на самолёте отсюда. Послушай, я не могу просто так взять и выгнать людей. Хорошо, сказал Талер. Когда ты придёшь во второй рейс? Через какое-то время. Вырубать лётчика Антон Талер не хотел. Он прекрасно понимал, что самолёт он водить не умеет. Так, несколько часов, сколько? Ну не знаю, максимум часов шесть, сказал лётчик. Я скоро буду. Я заплачу тебе, если ты дашь мне билет. Билеты ты можешь купить в кассе. Талер отправился в кассу и на маленький самородок купил билет. Кассир был в несказанном восторге. Огромное спасибо за переплату. Да ладно тебе. Талер с билетом спрятался в глубине деревянного аэропорта. Так, чтобы его не было видно. Вот сейчас можно передохнуть, только бы не отключиться. Лошадь привязал, пистолет и хорошо спрятал. Теперь можно и передохнуть. Но всё же, измотанное тело Талера провалилось в сон. Очнулся он от того, что его кто-то разбудил. Талер открыл глаза, потянулся к билетам пистолетом, но увидел, что перед ним стоит человек со значком шерифа. У нас к тебе есть вопросы. Как же? Конечно, сказал Талер. Шериф наставил на него оружие, и двое помощников шерифа также держали револьверы на готове. Талер подумал, стоит ли с ними сражаться, но против представителей закона Талер не любил драться, потому что он не хотел их убивать. Что ж, ребята, видимо, мне придётся пойти с вами. Медленно, медленно подними руки, сказал шериф. Талер сказал, хорошо. Но тут же бросился на пол, ударил по пистолету, наставленному на него, и прокатился в сторону. Два помощника шерифа бросились было к Талеру. Талер одного сбил ударом ноги. Почему-то представители власти не стреляли в Талера. И тот, который был по левую руку от Талера, подскочил и грузным голосом закричал. А ну не дёргайся, иначе башку продрявлю. Талер сказал, всё, 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 успокойся, успокойся. Медленно подними руки, шериф сказал. А ты, шустрый малый. Отскочив назад, шериф всё же не выронил револьвер из. Руки сказал, ещё раз дёрнешься, я прострелю тебе ногу. Или грудь. Вовсе прикончу тебя. Так, сказал шериф помощнику. Подойди к нему. А ты, шустрый малый, заведи-ка руки за спину. Талер решил послушаться. Только вещички мои не растеряйте, сказал Талер-шериф. О, не волнуйся, о твоих вещичках я позабочусь. Талер оставался только надеяться, что шериф добропорядочный гражданин и сумеет сохранить его вещи. Хотя, какое там сохранить, ведь найдут села убитых, да. Дилемма, подумал Талер. Наручники защёлкнулись за его спиной. Вставай, сказал человек со значком шерифа. Поедешь с нами. Талера повели к автомобилю. Автомобиль марки Битховен. Странно. На нём не было знаков отличия полиции, подумал Талер. Это ещё что. Талера посадили на заднее сидение автомобиля. За ним постоянно смотрел один из помощников шерифа и держал его на прицеле. Да, дёргаться здесь точно не получится. Не вздумай глупить, сказал тот, что держал Антона на мушке. Дёрнешься, прострелю ногу. Талера везли в неизвестном направлении. Талер ничего не понимал. Эти ребята явно не были похожи на представителей закона. После того, как Талера привезли в какое-то здание, он увидел там человека в чёрном испачканном халате и какое-то непонятное устройство с колбами, какими-то шестерёнками, манометрами. О, отлично. Так вы его доставили? Да, это тот самый русский. Да, это тот самый русский. Антон Талер. Прекрасно, сказал человек в грязном халате. Для вас всё готово, мистер Талер. Я хочу, чтобы с него сняли наручники. Он тут же на нас набросится. Если набросится, продрявьте его, сказал человек в тёмном халате. Сейчас я потяну парочку рубильников, и вы пройдёте вот в эти ворота, сказал человек в тёмном халате. Что ж, сказал Талер, видимо, у меня нет выбора. Он хотел было броситься на своих обидчиков, но видел, что стоят они на разном расстоянии, все держат его на прицеле. Учти, дёрнешься, продырявим. А стреляю я метко, сказал стрелок, и вонзил пулю прямо рядом с левой ступней. Талера. Вижу, сказал Талер, когда грохот от выстрела прошёл. Эй, перестаньте дрявить мой пол! Мне нужно было как-то его убедить. Всё, хватит! Психанул человек в тёмном халате. Потянув за рубильники, в круглых вратах появилась какая-то рябь, и через эту рябь было видно сидение в каком-то непонятном коридоре. Вон туда, мистер Талер. Талер сказал, если вы не против, я возьму с собой свой мешок с драгоценностями. Да бери ты что хочешь, сказал шериф и бросил рюкзак Талеру. Талер тут же одел его за спину и шагнул в открывшийся портал. Но Талер не знал, что это портал. Он понимал, что учёный отправляет его в какой-то пространственный разлом. Но это был не просто пространственный разлом, это был пространственно-временной разлом. Талер оказался в коридоре, как он думал, но это был какой-то транспорт. Глянув в окно, Талер был в ужасе, он находился в воздухе. Возможно, какой-то дирижабль, подумал Талер. Присаживайтесь, сказал водитель. Это автобус. Место для вас уже есть. Талер присел на второй ряд. Скоро нужно будет готовиться к высадке. Талер посмотрел внизу, увидел под собой остров, окружённый голубым морем. Запись завершена. Спасибо всем за прослушивание. Спасибо. 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 . Спасибо.